Доброго времени в суток всем, я хотел бы вам показать реплей моей игры в ладере, просто потому что она очень, очень интересная, вот, после этой игры я буквально пошел в душ, потому что у меня вытек мозг, и его нужно было, ну, типа, собрать обратно, хоть как-то, в общем, очень странная игра. Да, оппонент идет в хэви армор специалиста с аркалайтом и артой, и я бы себе хотел взять спеца на скорость, стилбол и фэнги, и пойти в пуш, ну, то есть я хотел пойти в пуш в любом случае, но я бы хотел взять специалиста с фэнгами и стилболами, потому что, ну, там скорость. Вместо этого я беру квикс уплая по одной простой причине, мне не выпал ни один командир с артиллерией, то есть, ну, ни один стартовый набор с артиллерией, и я подумал о том, что, может быть, мой оппонент тогда возьмет артиллерию, потому что у него будет куча таких наборов с артой. И действительно, именно так и произошло, и я не хотел играть фэнгами против артиллерии, и, ну, взял поэтому кролей и фениксов себе. Выставляюсь в пуш, и у меня 400 монет за счет квикс уплая, чего я не ожидал, так это того, что мой оппонент будет выходить в пуш, или я не знаю, что это. Я не стримил, кстати говоря, во время этой катки, поэтому он просто угадал со стороной. На свои 400 монет я беру себе плюху-ватруху, потому что я понимаю, что мой оппонент либо сейчас выйдет в мясо, либо он выйдет в марксманов, и тогда у него не будет мясо, и, как бы, и то, и то для меня отлично, просто отлично. То есть, если у него не будет мясо, то мои фениксы справятся со всем, что он выставит, если у него будет мясо, то его убьет ватруха. Поэтому я ставлю ватруху в данной ситуации. Обычно я не занимаюсь таким, то есть я стараюсь как-то реализовать 200 монет поинтереснее, может быть, в поздних раундах, может быть, на первой трассе фри юнитов. Но тут я прям вот решил ватруху поставить, потому что клира нет, и ватруху полностью закрывает пик оппонента, чтобы он не поставил на первом раунде. Во втором раунде я беру себе фатоночку и надеюсь на то, что выпадет бесплатный юнит какой-то очень сильный, и я повешу фатонку на него. Оппонент при этом делает скип, продает артиллерию, нанимает марксманов. Я себе добавляю мясо на правую сторону, и на левую сторону я выставляю просто фениксов, потому что на левой стороне у него ничего нету у оппонента. Есть поджатый арклайт, есть поджатый арклайт, и все. Я надеюсь на то, чтобы фениксы просто убьют башню, и за счет дебафа я выиграю правую сторону. Оппонент тем временем ставит две мины и щит, и это уже 200 монет на девайсы. Он также делает себе еще один грейт на атаку и третью мину. Это 250 монет на девайсы во втором раунде, и еще грейт на атаку при этом. Это слишком дофига, то есть для меня это просто должно быть прекрасно. Если я выиграю этот раунд, то это как будто бы 250 монет в никуда от моего оппонента. И казалось бы, у меня все отлично, то есть я выигрываю этот раунд, чел потратил 250 просто ни на что. Ну, одна мина вроде бы осталась висеть. Да, одна мина осталась висеть. Вот она, вот там висит. Но тут я все разобрал. Я беру диплоймент спица. Хотя у меня нету... Ну, у меня не то, чтобы прям командир на экономику, да, скажем так. Но тем не менее, все равно взял диплоймент спица, и мой оппонент скипает и снова ставит этот долбанный щит за 100 монет. Вот, что я делаю? Я еще мясо добавляю сюда. Я начинаю высаживаться в тылы оппоненту. Также я прокачиваю джампу драйв на фениксах, потому что я ожидаю, что левая башня все-таки на этот раз будет чем-то прикрыта. Тем более, там выпал диплоймент спец. То есть, скорее всего, он может поставить, типа, трех чел за один раунд. И, ну, скорее всего, тут будет чем-то прикрыто. Банально, стак фэнгов на левой башне защитит ее от моих фениксов. Поэтому на левой стороне я, конечно, что-то поставлю, просто чтобы защититься или оттянуть время. Но фениксов я решил оттуда, ну, прям вот, которые в упор стояли вот здесь, вот я решил оттуда убрать джамп драйвом. Снова две мины, то есть еще 200 монет на девайсы потрачено от моего оппонента. Левую башню я решил прикрыть просто кролями и фениксами. И это было хреновое решение, потому что, оказывается, тут мина. И мои кроли дохнут. И фениксы не могут справиться, ну, не могут расчистить этих кролей вовремя. И от этого падает башня. Из-за того, что эта башня упала, вот эти кроли убивают моих кролей. И я еще теряю центр. И еще кроли, которые должны были высадиться в тыл, убить башню оппоненту, они тоже обтираются. И в целом раунд проигран в салатище. Просто в салатище. Но, опять же, оппонент ставит кучу девайсов в каждый раунд. Каждый раунд он тратится не на юнитов, а на девайсов. И вот выпадают фри юниты. И тут вот какая дилемма. Дилемма в том, что выпал Скорпион, который контрит тайфуну Ферина. И объективно, объективно, вот в данной истории нам нужны, ну и мне, и ему, ну либо тайфуны, либо Рина. Вот. И я думаю над тем, чтобы взять тут Скорпиона. Но в то же время я не уверен насчет этого. Потому что больших юнитов, ну в принципе мне есть чем убивать, да. То есть у меня есть две пачки фениксов, три пачки фениксов. В принципе я могу справиться там и с тайфунами, и с Риной, и со Скорпами. С мустангами я не могу справиться. И думаю над тем, что может быть мне стоит взять тайфунов. Но опять же, если я возьму тайфунов, то тайфуны проигрывают и Ринасом, и Скорпам. А Ринас проигрывает просто Скорпам. И может быть тогда стоит Скорпа взять. И короче вот очень-очень тяжелый раунд для меня был. Именно чтобы выбрать, в плане выбора фри юнитов. Вот, оппонент просто берет Рина, докупает Оз. Против Оз у меня нету ровно ни хрена. И я все-таки решаюсь тоже взять Рина, потому что я вспоминаю, что у меня есть фотоночка. И я могу использовать эту фотоночку на Рина. И, ну, запушить какой-нибудь из башен. Один на Рина у меня идет на деф с Крутилкой, против этого стака. Второй Рина у меня идет на деф левой башни, тоже с Крутилкой. Далее, тут еще 200 монет на девайсе тратится от оппонента. 250 даже, вот эта мина еще появилась. В левом, ну, короче, в тылах у меня слева появляются Рина и Осы. Вот к Осам я совсем не готов. У меня есть Бублик, но Бублик один-единственный. А Осы у меня и справа, и слева, и они еще и в тылах, а Бублик на фронте. И, короче, пахнет как из сортира, честно говоря. Тем не менее, я решаю сделать еще одного Рина, и отправляю его в тыл, и даю ему как раз фотоночку. И вот этот Рина у меня по задумке должен сбрить вот эту башню. Возможно, его стоило поставить все-таки на пару клеточек назад, чтобы его не замедляла мина. Хотя, может быть, она все равно его замедлит. Ну, в общем, там я с расстановкой накосячил, на самом деле, и Ринус замедлился миной. Возможно, это мне, кстати, стоило тут раунда. Косом я совершенно не готов, но тут у меня 4 феникса. Просто рандомно стоят, и они зачистили эти хос. Но слева у меня большие проблемы. Огромные. Это я не задефал, и перед я тоже не задефал. Но у меня жив Рина, который в тылах. Под фотонкой он, в принципе, способен добежать до башни. Если, конечно, арта по нему не попадет. Вот он добегает до башни, сломает башню. Тут Ринус почти мертв, но он пришел уже вплотную к арте, поэтому арта стреляет по второму Ринусу. И как бы... В любом случае, осы остаются на поле боя, а против ос у меня нет ничего. И это раунд в копилку оппонента. И вот тут начинается клоунады. Потому что... Давайте посмотрим на поле боя. Да, кстати, тут выпадает Джун, деплоймент. Но мой оппонент берет щит, потому что он каждый раунд ставит долбанный щит вот сюда. Каждый раунд тратит 100 монет на этот щит. Теперь он тратит чуть поменьше монет, но тем не менее. На мой взгляд, это кринж, но тем не менее. За счет того, что... Вот тут какие-то войска стоят. Вот тут какие-то войска стоят. Вот тут какие-то войска стоят. И они все, типа, пытаются сбрить мои башни. И у одного из трех стаков это получается. В принципе, вот эта вот кампания, она нормально дефается. Вот. Собственно, в чем клоунады? Клоунады в том, что в каждой клетке поле боя, ну, кроме вот этого, кроме вот этого, да, происходит какой-то экшен. И за всем нужно следить. Просто за всем-всем-всем нужно следить. Мне нужно следить, чтобы тут не пробил Ринос и Восы. Тут Кроли и Восы. Тут Рино и Кроли. И чтобы эти еще выжили. И чтобы вот этот стак не закопался с центром и действительно пробил этот долбатый щит. И хоть что-то тут... Хоть что-нибудь тут получилось у меня. Еще прям фениксы с джамп-драйвом есть, которых тоже надо куда-то постоянно тыкать, перетыкивать. Ох! В общем, мозг на этой игре у меня очень серьезно прям вот протек. Я добавляю мустангов, потому что против Оз у меня ничего нету. Опять же, у меня есть Бублик, но в последнее время я не ставлю Бублик против Оз, потому что на Озах есть прекрасный грейд с антиаиром. И этот грейд, на удивление, очень хорош против Бублика. Поэтому, ну, я пару игр проиграл Бубликом против Оз. И больше я не пытаюсь законтрить Оз именно призраком. Я пытаюсь законтрить мустангами, там, фортами, чем угодно, но не призраком. Добавляются Озы на центр от оппонента. И также качается щит. И теперь мои фениксы намного медленнее убивают Оз. Но я еще про это пока не знаю. Ринос апнулся второй левел. Этот в тылах. Также оппонент берет мобайл бейкон. Отправляет мне в башню Риноса и Оз. Тут я мины взрываю кроли и пытаюсь замедлить Риноса при этом. Но я не знаю про Оз. Опять же, у меня тут ничего нету против них. И начинается прям очко. Начинается прям лютое очко. Потому что за всем нужно следить. С этой стороны у меня все нормально. С этой стороны я замедлил Риноса, но мне самому замедлили Риноса. И опять же, против Оз у меня тут ничего нет. Это у меня с переменным успехом дефается. Ринос под фотонкой, который он мог бы добежать до башни. Но, к сожалению, его, во-первых, замедлила очередная мина. Во-вторых, у меня башня упала слева, потому что я не добил вот этого Риноса. И, короче, происходит полная жесть. Происходит полный торшак. Но, в целом, вот у меня осталось два Мустанга, а там целая пачка Оз, и мне нечем их убивать. Но зато я разминировал левый верхний угол, потому что там была мина какого-то со второго раунда или с третьего, не помню. И теперь ее больше нет. Нет, тут я беру диплоймент спеца. У меня уже есть один диплоймент спец и джун, поэтому второй диплоймент спец был бы очень кстати. Тем более, что мне надо следить за стаком этим, 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 вот этим. И теперь еще вот этим, потому что я решаю высадиться сюда в этом раунде. И чем больше юнитов, тем меньше проблем, как по мне. Опять же, чего я не ожидаю, так это того, что оппонент прокачает граунд специализацию на Оосах. О, нет. Я, в свою очередь, качаю мустангов, даю им анти-аир, чтобы они, вместо того, чтобы бить королей, которых в любом случае убьет Ринос, они били по Оосам. Вот. То же самое здесь, добавляю мустангов сюда. К сожалению, тут стоит мина, и мустангам, наверное, придет кирдык. Хотя нет, эта мина, наверное, ударится об этих фэнгах. Но тогда у меня мустанги останутся без прикрытия. Тут у меня Ооса уже третьего уровня, Аринас, получает щиточек, который только что выпал. Вот моя высадка в тыл по левой стороне, под мобайл-биконом фениксы просто проедут по башням. Тут же стоит стак королей на случай, если тут очередная мина стоит. Тут у меня проблемы с Оосами, потому что этот стак не имеет анти-аира. Ох. Ну, вы понимаете, да? То есть, как же тяжело было играть тут. Это было очень тяжело играть. Так, ну тут у меня Рина на Рина проигрывают, потому что Рина со щитом. Тут у меня Оосы опять разделываются с башней, потому что прикрытие Оос... Че прикрытие моих мустангов было взрывано минкой. Там у меня закопались фениксы, потому что внезапно появился стак фэнгов, который я вообще там не ожидал. По-моему, он на этом раунде тоже появился. Оосы с граундспеком разделались с моим Ринасом, который тут под фотонкой был. Ну и как бы еще один раунд я проигрываю в салате, ну... Да. И надо что-то придумывать. Надо что-то делать, надо что-то придумывать. Но проблема в том, что когда у тебя столько фронтов одновременно, придумывать что-то довольно тяжеловато. Потому что на каждом фронте надо что-то придумывать. У тебя их, сука, шесть! Их шесть или семь даже. Сколько их, я не знаю. Тут у нас огонь-огонь, саблезуб и тайфун. И я думаю о том, что огонь мне особо не нужен. Потому что основная ударная сила оппонента это Ринас, которому пофиг на огонь, и Оосы, которые летают. Поэтому я решаю взять тайфунов. Наверное, не лучшее решение. Откровенно говоря, решение, наверное, не из лучших. Потому что, может быть, мустанги были бы поинтереснее все-таки. То есть у меня уже есть мустанги с антиаиром. И тайфуны, они, конечно, крутые. То есть они примерно такие же, как мустанги. Но тайфун уже разваливается от Рина. И как будто бы надо было брать мустангов. Почему я взял вообще тайфунов, я не помню. А, да, точно. Я взял тайфунов, потому что я думал, что оппонент возьмет что-то с огнем. Потому что, как ни странно, у него все еще очень все плохо с клиром. Хотя у меня тут миллион кролей и тому подобное. Его клир это Оосы. То есть он за счет вот этого граунт специализации на Оосах. Кажется, что у него нормально все с клиром. Но на самом деле нет. И оппонент действительно идет в клир. Он добавляет себе фаер-баджер. С левой стороной это не проблема. Тут у меня стоит Ринас, готовый этих баджеров убить. Тут я добавляю тайфунов, чтобы они разделались Оосами. Тут я спасаю Фениксов, потому что я понимаю, что это была акция на один раунд. Тем более там Фенги уже стоят. На Ринасах появляется кнопка. На Ринасах появляется долбанная кнопка у оппонента. И к этому, опять же, я совершенно не готов. Я тут расставляю что-то мустангов, дополнительное мясо. Двигаю Фениксов, чтобы они были напротив известных мне Ринасов. Пытаюсь задаваться здесь, чтобы мой Ринас с Фатонкой хоть что-то мог сделать. То есть, баджеры мне прилетают в тылы. По поводу баджеров, я не то чтобы прям супер парюсь. То есть, Ринасы должны, по идее, справиться с баджерами. Проблема в том, что осы. Осы с наземной специализацией. И если я не убиваю ос прям очень и очень быстро, то осы очень и очень быстро убивают Ринаса. А баджеры очень и очень быстро убивают уже мустангов. После такого. В общем, все плохо у меня. Я решаюсь поставить Тайфунах еще сюда. И это выглядело бы как нормальный более-менее ход, если бы не грейд на кнопку. И оппонент опять ставит кучу мин везде. Я ставлю кучу мин везде. Там что-то продается, что-то покупается. Сюда ставятся баджеры. Я к ним тоже не готов. Все горит. Все пыхтит. И задница пыхтит. И мозг дымится. Все очень плохо. Самое странное, что все эти джуны, диплоймент спецы и тому подобное. Мой оппонент не брал ничего из этого. Вообще. У него как было два диплоймента за раунд, так и осталось. Это у меня джун и два диплоймента спеца. И при этом я все равно высасываю. Это просто невероятно. Так. Эту сторону я хотя бы задефал. Тут у меня тоже в принципе большой успех. Центр опять просел. Центр опять просел. Там у меня тайфуны не успели телепортироваться. И все-таки сдохли. ООС. Также у меня просела вот это вот изначальное. Изначальный фронт. Самый первый. Который у нас был. Из семи. Семь фронтов. Господи. Брэ. Ну если бы не вот этот стак фэнков на самом деле. То у меня бы выжил плюс один феникса. Может быть что-то получилось. Но. Увы. Но. Увы. Еще один раунд. За моим оппонентом. И у меня остается 16. Мать его здоровья. Тут. Оппонент берет страйк спеца. И в принципе оно понятно. Я бы тоже мог взять страйк спеца. Но я что-то подумал что. Ну типа. Ну стоит тайфун. Да. Стоит тайфун с антиаиром. Против ОС. Но он же по-любому справится. Да. Там ОС и третий левел. Но это же тайфун. Он толстенький. У него хорошо с уроном. Плюс антиаир спек. Там. Дает 90% урона. А ОС. Ну вплотную стоят. Ну должен же справиться. Да. 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 Он же справится. Да. И поэтому я забиваю на этих тайфунов. И не беру. Этот как его. Страйк спеца. Вместо этого я беру щит спеца. Щит спеца я беру специально для того. Чтобы контрить кнопку на риносах. То есть чтобы риносы бежали в башню. Зарывались около щита. И дамажили щит. А не башню. По этой же причине я не качаю башню. Потому что я предполагаю что риносы будут зарываться у щита. И тем самым охранять башню. Один щит я ставлю очень коряво на самом деле. Да и в принципе и второй тоже. То есть по идее их надо было. Ну надо было чтобы они башню закрыли. В общем я тут опозорился немного. Увы. Но тут у меня уже мозг просто вытек. К сожалению для меня. Чел направляет риноса не в левую башню как обычно. А в правую. А на правой башне то у меня стоит обосорная артиллерия. Которая ничего не может. И опять. У меня опять проблемы. У меня опять проблемы. Также добавляются дополнительные осы. Слева и справа. Потому что там страйк спец. Я сюда добавляю еще одного рино. Чтоб он побыстрее баджеров убил. В общем. Происходит полная жесть. Меня пушат везде. Меня пушат всюду. И все это одновременно. И да. Тяжело. Тяжело. Но мобайл бикон кстати это просто. Это буквально. Мое ментальное состояние. Это вот тот мобайл бикон. Я понятия не имею что я сделал там сзади. Ну что ж. Тут у меня более-менее все окей. Пока. Осы не убили риноса. Потом оказалось что баджеры выжили. Ну конечно ос я успел убить. Но баджеры выжили. И не пожгли меня всех мустангов. Я кстати добавил кучу ватрух. И этих самых. Дал им диген бим. Потому что я ожидал что. Ну окей. В этой игре чел не будет брать анти аюр спек на осах. Потому что. Ну типа. Он и так нормально справляется. Я решил все таки взять ватрухи против фос. Ну помочь еще. Чуть-чуть. Плюс как бы диген бим должен по идее был замедлить риносов. Но какой в этом смысл. Если я все равно просрал. Ну очень вовремя он на самом деле фотонку сделал на риносов. То есть опять же. Он был на шаг впереди меня. То есть я сделал диген. Чтобы замедлить риносов. А он сделал фотонку на риносов в этом же раунде. И риносы в итоге. Ни хрена вообще не замедлялись. И просто бежали. И взрывали тайфунов с кнопки. Ну вот такая игра. Да. Это просто кошмар. Это просто кошмар. Но на самом деле. Не знаю. Как это подытожить? На самом деле. Я вот по большей части в последнее время играю агора. Именно вот ради таких игр. Потому что это весело. Это полная жесть. То есть мозгу очень плохо после вот этого. Но зато это весело. Зато это весело. Тут прям реальные майндгеймсы. И как мы могли увидеть. Как бы чел каждый раунд 250 монет тратил на сараные девайсы. Щиты и мины того подобное. И они не всегда были эффективны. И у него было всего лишь 2 диплоймента всю игру. У меня там джун и 2 диплоймента спеца. То есть я 4 юнита каждый раунд ставлю по скидке. Вот. Там тупо хэви армора и все. И страйк спец. Который в последнем раунде выпал. Там никаких бафов нет вообще. Один айтем. Один единственный айтем. Куча денег. Просто впустую. Вот на эти щиты. Вот здесь вот щит в каждом раунде был. И то подобное. Но он все равно победил. Потому что у меня просто вытек мозг из этой игры. И вот на мой взгляд. прелесть агро именно в этом. То, что ты можешь просто запутать оппоненты. Тебе не обязательно стравить лучший билд ever. Следуясь какой-то прям стратегия. Тебе не обязательно там выбирать установочку. Ну ладно, установочку все еще надо выбирать. Ну, как сказать. Когда у тебя 6 фронтов. Типа раз, два, три, четыре. Вот тут у нас пятый. Но тут окей. Это можно не считать. Когда вот такая ситуация на карте происходит. От этого очень тяжело дефаться. Просто потому, что нужно следить буквально за всей картой. Это как играть в FFA. Только тебе надо следить за всеми четырьмя игроками. При этом. Вот попробуйте в FFA. Просто, я не знаю. Посмотреть игру и проследить за всеми четырьмя игроками. Кто что делает и того подобное. У вас крыша поедет. И вот то же самое. Примерно вот я чувствовал в этой игре. Наблюдая за всем этим. Может быть мой оппонент в том числе это чувствовал. Но в этом как бы и прелесть агры. На мой взгляд. Опять же. На мой взгляд это намного тяжелее. Да, то есть игра превращается в полную жесть. Но в то же время это не интереснее. И поэтому я играю агры. Вот. Ну как. Ладно. Я играл стандартом. Было время. Да. Но я играл стандартом. Потому что у меня горело очко из-за бесплатных хакеров. Бесплатных хакеров убрали. Все. Тут же агры. Все. Теперь у меня каждая игра это агро, агро, агро. И тому подобное. Ладно. Все. Я заговорился уже. В общем, вот такая хаотичная игра. Полная жесть. Спасибо всем за просмотр. Мне просто хотелось ее вам показать. Что бывают вот такие игры. Если не играть стандартом, может произойти вот такое. На этом все. Удачи. До встречи. Увидимся. Давайте. Бэ-бэ. Субтитры создавал DimaTorzok